Проект гаражной амнистии начался в 2016-м. В свое время он вывел регион в новаторы в сфере оформления земельных правоотношений. Опыт Ульяновской области вызвал огромный интерес не только в соседних субъектах ПФО, но и по всей стране. Зарегистрировать землю стало проще, а следовательно упростилась и процедура регистрации бизнеса, ютящегося в железных боксах. Не всегда эти истории успеха ютятся в металлическом или бетонном гараже. Часто местом для развития производства становятся остатки советских складов и баз. Они активно сдаются в аренду, причем многие неофициально. Если они соответствуют этим рекомендациям, мы поможем им оформить или дооформить свои гаражи в собственность, оформить землю в собственность и по возможности перевезти их уже именно с гаражей, допустим. Стоит еще на монтажной мастерской или какая-то, чтобы люди работали легально. Процедуры регистрации разные в зависимости от объекта. Одна для нереконструировавших бокса, другой руководствуются те, кто гараж перепрофилировал. Есть и третий вариант – переезд в бизнес-парк «Восточный». Не исключаю, что все совершенно не будут рады нашему взаимодействию. Думаю, даже уверен, половина, если не больше из них, наверное, захотят остаться в своем статусе, в том, в котором есть, и ничего не хотят менять и переоформлять. С такими как раз и будет работать комиссия. Задача – подтолкнуть предпринимателей к принятию правильного в понимании авторов закона решения. В состав комиссии вошли представители городской администрации, районов города Ульяновска, председатели гаражно-строительных кооперативов, представители Роспотребнадзора, представители Министерства Минприроды и Управления по экологии и других ведомств. Большая часть документов оформляется через МФЦ, а на любой вопрос ответит администрация районов и муниципальных образований. В любом случае, с легализацией лучше не затягивать. Тем более, сейчас созданы все условия, чтобы наконец-то вывести свою деятельность на качественно новый уровень.